В Хабаровске открывается местное отделение Российского исторического общества. И для того, чтобы это проконтролировать, в Хабаровск приехал член Совета Российского исторического общества и исполнительный директор фонда Истории Отечества Константин Могилевский. Здравствуйте. На праздник. Что это за проект такой, который открывается в Хабаровске? То есть историческое общество это от Российской Академии наук, насколько я понимаю, или это какая-то отдельная такая структура? Российское историческое общество это общественная организация, ассоциация, которая объединяет и юридических лиц, более двухсот. Это организации, которые занимаются изучением, популяризацией истории. Это музеи, университеты, архивы, библиотеки, средства массовой информации, кстати. И, конечно, в Российском историческом обществе Академия наук присутствует. Сразу несколько крупных ученых, академиков, члены Президиума Российского исторического общества. И в 2012 году Российское историческое общество было, как мы говорим, воссоздано, потому что было русское историческое общество еще до революции. Императорское. Императорское русское историческое общество, правильно. И вот в Хабаровске открывается отделение Российского исторического общества. Уже, наверное, в более чем половине регионов России отделение открыто. Мы с этим не торопимся. Мы реагируем, поддерживаем местные инициативы. Вот такая инициатива поступила. Поэтому, конечно, здесь ничего не нужно контролировать, а нужно просто поддержать, помочь коллегам. Вы знаете, когда я знакомым рассказывал, кто ко мне придет, все путаются. Они решили, что вы член военно-исторического общества, который тоже в России существует. По-моему, у нас отделение в Хабаровске уже есть. Чем отличаются? Совершенно верно. Российское военно-историческое общество – это наши коллеги, я бы сказал, братское общество. Немного разные у нас направления работы, стилистика. Российское историческое общество занимается формированием общероссийской исторической культуры. Если хотите, популяризацией, продвижением качественного исторического знания. Вот это основная задача, основная миссия. Вот мне кажется, как раз с качеством исторического знания, ну, если не проблема сейчас, то как раз ожесточенные споры. Ну, самый яркий пример, когда вышел фильм «28 памфиловцев», да, разные историки стали спорить, вот то, что там описано, это было на самом деле или нет. Вроде как, это исторический миф, созданный военным корреспондентом для написания статьи. Вот ваше историческое общество считает, что это правда или нет? Были «28 памфиловцев» или нет? Ну, вы можете ознакомиться с разными точками зрения на этот счет. Как раз российское историческое общество за то, чтобы точки зрения ученых, специалистов были бы обществу доступны. И вот известный ученый, архивист, научно-руководитель государственного архива России Сергей Владимирович Мироненко, он на основании документов рассказал историю возникновения вот этого нарратива, я бы сказал, мифа, может быть, в кавычках «28 памфиловцев». Есть точка зрения коллег, мы с большим уважением к ней относимся, потому что даже если это и миф, но он очень важный, полезный для воспитания молодежи, для единства нации. Поэтому здесь этот разговор уместен. Я полностью согласен. Вопрос не в том, что их не было. Безусловно, были герои, они совершали подвиги, просто часть россиян считает, что несправедливо, что героями называют не тех, кто был на самом деле. И что было их не ровно 28, а другое количество. А часть приписали, в том числе те, которые потом вот стали полицаями. Говоря об этом конкретном историческом моменте, я бы все-таки акцентировал внимание на том, что никто не ставит под сомнение, боже упаси, массовый героизм советских солдат и мирных граждан, которые остановили фашистов на подступах к Москве. И естественно, что героизм был массовый. И эти люди и другие боролись с немцами, не щадя своих жизней. И вместе с тем, конечно, хорошо бы, говоря об истории, основываться на архивных документах. Тем не менее, это все-таки такой конкретный частный случай. Если говорить об историческом обществе в Хабаровске, да, что это даст рядовым хабаровчанам? Потому что если приходит общество историческое, значит, должны быть какие-то мероприятия по продвижению истории. Что это будет? Прежде всего, это возможность для самих хабаровских историков, музейщиков, архивистов объединиться и создать площадку для координации своих действий, для обмена информацией, для объединения усилий по каким-то важным проектам. В конце концов, для того, чтобы на те или иные мероприятия, будь то музея, архива, издательских каких-то проектов, ставить гриф отделения российского исторического общества. Но это профессионалы. И если тот или иной проект поддержан отделением российского исторического общества, это значит, что профессионалы за него отвечают. Что нужно людям? Нужно знать, правда здесь или неправда. Надежная эта информация или ненадежная. Качественная, некачественная. Вот если есть эмблема российского исторического общества, гриф отделения, значит, здесь все надежно. То есть проверенная информация, да? Хорошо, но если это все открывается в хабаровске, то речь идет, скорее всего, предметом изучения станет Дальний Восток, да, скорее всего. Дальневосточная республика, гражданская война. Какие темы? Вы знаете, отделение будет, конечно, определяться с приоритетами работы. Сегодня на первом заседании мы говорили о том, что это, во-первых, возможность встроиться в федеральную повестку и приобрести дополнительные каналы для общения, для контактов, для организации выставок. Вот как раз на днях в пятницу в Градековском музее откроется замечательная выставка ковров, по которым можно изучать историю советской эпохи, сотканная история. Это коллекция музея современной истории России, бывшего музея революции, который при поддержке фонда истории Отечества доставлено сюда, ни разу никогда не выставлялась. Вот, пожалуйста, я думаю, это будет очень интересно людям. Ну, и, конечно, мы сейчас говорим о столетии гражданской войны, и в этом смысле Дальний Восток должен стать обязательно одним из центров общероссийской дискуссии на эту тему. Прошло сто лет. Да, есть много всего интересного происходило. Очень много интересного. Я заметил, что до последних годов даже в Фейсбуке стали часто спорить об оккупации Хабаровска с участием казаков и японцев. И люди разделились. Знаете, кто-то считает, что зверства делали японцы, кто-то считает, что зверствовали казаки. Ну, здесь хотелось бы, да, докопаться до правды и понять, что и как. А вообще историческая правда существует. В последнее время вот такое выдвигает сомнение, что правды исторической нет. Просто в зависимости от политических соображений, соответственно, руководство страны либо ту точку зрения, либо другую поддерживает. Ну, а в жизни есть правда. Мне кажется, да. Ну, и в истории есть. Просто речь идет о том, что заниматься должны честные профессиональные люди. Слушать надо честных профессиональных людей. А то, что каждое поколение историков, в принципе, каждое поколение живучих задает прошлому свои вопросы, и, соответственно, на новые вопросы получают новый ответ, это совершенно нормально. Это не переписывание истории. Я с вами абсолютно согласен. На самом деле у нас с вами профессии похожи. Журналистика – это не свою точку зрения навязывать, а выдавать разные точки зрения, чтобы зритель сам решил. Мне кажется, историки точно так же. Они дают факты, вот проверенные, да, а интерпретировать... Ну, да, как кто проинтерпретирует, это понятно, но при этом, при всем очень часто, если там посмотреть учебники советского времени, я уж понимаю, что я-то дилетант это все видел, вы наверняка это как профессионал изучали, там просто пропаганда на пропаганде. И вот сейчас, как раз-таки, если говорить о тех учебниках, которые выходят, да, исторических, занимается ли ваше общество проверкой контента, который там есть, потому что у общества очень много вопросов к тому, что там публикуют и как вот эти политические события интерпретируются, особенно если говорить о 90-х годах и начало 2000-х. Вы знаете, здесь разговор на тему лучше вести предметно. Вы, может быть, помните, несколько лет назад было поручение президента, в соответствии с которым была проведена большая работа и создан так называемый историко-культурный стандарт. Эта работа проходила под эгидой российского исторического общества, и в результате такого широкого общественного и профессионального обсуждения был создан историко-культурный стандарт, по-простому говоря, программа, которая явилась неким общественным договором. И на основании этой программы с 2015 года выпускаются новые учебники, три линейки утверждены. В школах они все эти годы постепенно заменяются, и в этом году девятый класс заканчивают ребята, которые в шестом начали учиться отечественной истории по этим учебникам, их пока немного, но это уже будет какой-то материал для анализа. А учебники эти действительно объективны, которые сейчас у школьников? Ну потому что мы же все равно значительную часть, ну большая часть наших сограждан, значительную часть истории изучают, ну как правило, в школе. Они вполне профессиональны. А можно вот самый главный вопрос задам, вокруг которого, мне кажется, чаще всего люди делятся на два лагеря. Развал СССР был объективной реальностью или нет? Ну, вы... По этим стандартам, которые утверждены. Вы знаете оценку нашего президента Владимира Владимировича Путина. В общем, историки, которые занимаются этой проблемой, готовы под этой оценкой подписаться. Конечно... Ну получается, что опять историки вот с политической обстановкой тогда согласны, которая сейчас. А она же может поменяться через 10 лет, она была другой 15 лет назад и так далее. Вы знаете, здесь вопрос, что первичный, что вторичный. Я напомню, Сергей Евгеньевич Нарышкин, председатель Российского исторического общества, неоднократно подчеркивал, это очень важно, что власть не должна учить историков, как писать историю. Ну это безусловно. Напротив, как раз такие объединения, как Российское историческое общество, они позволяют власти, обществу, журналистам, которых мы очень уважаем, задавать вопросы, обращаться за экспертизой. И тогда уже историки будут пытаться на них отвечать. Но когда мы говорим о тех событиях, которые произошли только что, здесь, пожалуй, что у историков нет такого большого преимущества перед остальными современниками. Ну потому что это как бы еще не проверено время, и, соответственно, разные могут быть зацены. На самом деле я очень рад, что появилось такое общество, потому что мне кажется, вообще в последнее время мало профессионалов, а уж особенно в истории, когда любой человек, прочитавший пару исторических трактатов, может выпустить книгу, и на нее ссылается огромное количество псевдоисторических книг. А сколько учит психологов у нас сейчас? Вам не кажется, что надо некоторую часть издаваемой литературы просто запретить, потому что там ахинея с точки зрения истории? Не надо ничего запрещать, глубокое убеждение. Но ахинеи много, есть и дилетантские работы, и прямые фальсификации. Только потоком чистой воды смывается грязь. Нужно поддерживать проекты, направленные на популяризацию качественного исторического знания. Качественное, научное, настоящее, не значит скучное. Конечно. Замечательные выставки проходят в музее, книжки выходят. Надо об этом рассказывать людям, приглашать школьников в музеи, и прививать интерес, любовь к отечественной истории. Можно напоследок еще один больной для меня вопрос. В свое время я делал репортажи с местными историками, в том числе альтернативными. Один из них доказывал, что вот маршал Блюхер, легендарно известный, на самом деле вот он единственным был репрессирован за дело, потому что он действительно провалил здесь военную политику во время конфликта на Холхенголе. И вот как вы считаете, это правда или нет? Что касается Холхенгола, конфликт исполняется 80 лет. Будет несколько проектов крупных реализованных. Это и архивная выставка, это и документальный фильм. Я думаю, что историки, специалисты, они постараются ответить на эти вопросы. Историки в любом случае не должны брать на себя функции прокуратуры и определять, по делу кто-то репрессированный или не по делу. И думаю, что, так сказать, здесь есть пространство, конечно, для дискуссий специалистов, но правильно кто-то репрессированный или неправильно... В общем, только фазы. Спасибо. На самом деле заинтересовали. Теперь буду следить. У нас в гостях был Константин Могилевский, исполнительный директор фонда «История Отечества». Спасибо.